Федор Волков, сын купца, был человеком, которому было мало одного дела. Был машинистом сцены, директором, режиссером, основателем актерской профессии в России. В 1750 году Федор Григорьевич Волков основал первый общедоступный театр, вложив в него собственные капиталы и став его организатором и содержателем. Первыми актерами в театре были купцы, служащие провинциальной канцелярии, бывшие семинаристы, из церковников, посадские люди, ремесленники. Публичный театр Волкова невероятно поразил приехавшего по делам в Ярославо-Сенатского экзекутора Игнатьева. Он же принес весть о талантливом комедианте в Петербург. Северная столица заинтересовалась новшеством и пригласила актеров на огонек. Драматический театр имени Волкова стоит и по сей день. В 2013 году здание отремонтировали и оснастили новой подсветкой. Держит марку и трупы театра целых четыре золотых маски. Федор Григорьевич бы гордился.